Кошмары дикой природы Что значит неудачное начало дня? Джанин Дин сейчас это узнает Это произошло в конце ноября В субботу утром, как обычно, я встала в половине седьмого Был прекрасный день, чудесный, солнечный В ноябре у нас всегда отличная погода Было включено радио, я пела по дороге на работу И думала, что наступает обычный новый день Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, это меня сильно изменило Ведь мне мог прийти конец В тот день я могла умереть Мохнатые ноги, огромные челюсти Большинство людей инстинктивно отреагировали бы так же Но стоит ли? Австралийский паук-охотник, который вызвал аварию, фактически безобиден Он спокоен и даже дружелюбен Живет в наших домах и поедает неприятных гостей Таких как таракана К несчастью, у него есть привычка прятаться в машинах И он каждый год вызывает несколько аварий Иногда со смертельным исходом Почему же одни существа вызывают у нас ужас, а на других тоже противных Мы не реагируем В огромном разнообразии насекомых Как понять, кто злодей Кто безобиден, а кто опасен Кто должен вызывать мороз по коже Разнообразие ошеломляющее Только в тропических лесах Южной Америки Живут миллионы насекомых и пауков Некоторые из них должны быть кошмарны Гигантский тарантул Это самый большой мохнатый паук в мире Даже для людей Пиароа Которые живут здесь в лесу и хорошо знакомы с его обитателями Тарантул наверняка тот, кого они больше всего боятся Мы не боимся тарантулов Потому что все к ним привыкли Мы хорошо знаем, насколько они опасны Мы их даже ловим и едим Тарантулы не так опасны, как змеи Гораздо больше мы боимся змей Но должен сказать У тарантулов на спине волосы От которых сильный зуд на коже Итак, худшее, что паук может сделать Это вызвать зуд своими волосками Из 40 тысяч видов пауков в мире Только около 20 видов опасны Почему же мы так их боимся? Из-за их волосатости? Эти волоски могут выглядеть красиво Но они смертельны Прячущиеся глубоко в лесу Это животное гораздо смертоноснее, чем любой паук Оно живет в очень отдаленных частях леса И поэтому крайне редко встречаются людям Но именно в таких местах проходят военные учения Рядовому Рафаэлю Рамиросу было 22 года Сначала все, что Рафаэль почувствовал Это зуд и сжение на ужаленном месте Десять дней спустя ему пришлось бороться за свою жизнь Так что же это за смертоносное существо? Оно отдыхает днем А когда наступает вечер, начинает шевелиться Фактически это не одно животное, а несколько Гусеницы Скопище волосатых гусениц Субтитры создавал DimaTorzok Чем гусеницы старше, тем они более ядовиты Каждый волосок похож на миниатюрный шприц Достаточно провести по нему, чтобы кончик отломился и выпустил яд 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 вызывает сильные внутренние кровотечения, но только несколько дней спустя Почему эти гусеницы такие ядовитые, представляется загадкой Такой медленно действующий яд малоэффективен при защите С медицинской точки зрения он может быть даже полезен Он содержит вещество против кровяных тромбов В большинстве случаев не стоит терять покой, опасаясь существ, которые живут в диких и отдаленных местах До тех пор, пока мы не решим построить там города Сидней, родина трех миллионов человек А также это родина одного из самых ядовитых австралийцев Небезызвестный сиднейский воронкообразный паук Такой паук может убить ребенка за два часа Люди часто ходят босиком, особенно летом, как раз когда наиболее ядовитые пауки-самцы ищут самок По какому-то капризу природы паучий яд смертелен для людей Но большинство других млекопитающих не подвержены его воздействию Несмотря на свою репутацию, этот паук убил лишь 13 человек за 80 лет Так что его вряд ли можно считать врагом номер один Этот паук кусает больше людей, чем любой другой Бразильский блуждающий паук Он один из самых смертоносных Он заползает прямо в центр города Особенно, где есть неиспользованная земля или булыжник А в холодные месяцы, май и июнь, он часто заползает в магазины и дома Барикмахерская в Сан-Паулу Здесь тепло и влажно И много безопасных мест, где можно спрятаться К сентябрю самки паука откладывают яйца и заботятся о них два месяца Выводок может насчитывать около тысячи особей Как только они вылупляются, их яд становится таким же сильным, как у матери К счастью, они слишком малы, чтобы прокусить человеческую кожу И слава Богу В штате Сан-Пауло только взрослые пауки кусают ежегодно больше тысячи человек Когда паучата вылупляются, мать покидает их, выпуская в самостоятельную жизнь С точки зрения паука, а они очень чувствительны к колебаниям Человеческий мир с его суетой и суматохой должен казаться очень угрожающим Субтитры создавал DimaTorzok С тех пор, как появилось противоядие, ни один из 14 миллионов жителей Сан-Пауло не умер от укуса блуждающего паука И в большинстве случаев он очень осторожен Хотите верьте, хотите нет, но они убивают больше людей, чем любой паук Это личинки винтовой мухи Она водится на территории Южной Америки Особенно там, где сосредоточено много теплокровных животных Скотоводство является основой экономики Севера Южной Америки Отсюда экспортируют мясо по всему миру Скот содержится на небольших пространствах, чего в природе почти не встречается Царапины и порезы здесь обычные дела А в таком теплом и влажном климате они заживают медленно Свежая кровь привлекает самок винтовой мухи Не только коровья кровь, но и человеческая Найдя открытую рану, муха откладывает туда яйца Не менее 400 Через 24 часа личинки вылупляются и начинают разъедать живую плоть Когда они подрастают, они падают на землю Но к тому моменту их жертва уже может быть мертва Личинки зарываются в землю и окукливаются Всего лишь 6 дней спустя вылупляется новое поколение И весь процесс начинается снова С развитием скотоводства численность мухи резко возросла Умирало полмиллиона голов скота и 50 человек в год И все из-за мухи Надо было что-то делать Вот что Соединенные Штаты предприняли в 1976 году Они построили фабрику по производству личинок Она выпускала 100 миллионов личинок в неделю Но если личинки являются проблемой, зачем плодить еще? Куколки мух облучаются Это делает мух, которые вылупляются, стерильными Миллионы стерильных мух выпускаются на волю и спариваются с дикими В результате мух больше нет Они фактически исчезли из Центральной Америки и Юга Соединенных Штатов Американские пастбища не единственное место, где сложились идеальные условия для нежелательного соседства Здесь, в Северной Африке, люди ведут настоящую партизанскую войну Их враги передвигаются ночью И совершенно заполонили дома Скрупулезные охотники разрабатывают план действий Они поделили город на четыре части и каждую ночь идут по новому маршруту Они вооружены факелами и пинцетами Их враг – широкохвостый скорпион В ультрафиолетовых лучах скорпион светится в темноте, и так его проще поймать В теплую летнюю ночь удается поймать больше сотни В основном это самцы в поисках самок Яд скорпиона достаточно силен, чтобы убить человека А благодаря мощному мускулистому хвосту Жало может пройти сквозь одежду и даже обувь Скорпионы обычно выискивают влажные, тенистые места между камнями Городская стена служит идеальным местом для вывода потомства Самка имеет до 50 детенышей в год Она с ними остается и охраняет их первые две недели жизни На этой стадии они еще очень уязвимы Но через два месяца их жало окрепнут и они расползутся Места обитания скорпионов – города в пустыне, где много укромных уголков и расщелин Но города здесь появились только потому, что мы научились озеленять пустыни Расительные каналы провели воду туда, где раньше был только сухой кустарник Эти оазисы – рай для скорпионов На каждые 10 метров здесь может попадаться по скорпиону Я был ужален 13 раз Это очень болезненно Не всегда можно заметить, как приближается скорпион Он может проползти по всей спине и ужалить вас Они также взбираются по брюкам и жалят вам ноги Чаще всего они жалят, когда мы копаемся в песке Раньше скорпионы убивали тысячи человек в год Теперь есть эффективное противоядие Но численность скорпионов все время увеличивается Кто же является главным убийцей среди многочисленных ползающих существ? Это не скорпион И он водится не только в далеких экзотических местах Он обитает по всему миру И является большой проблемой здесь, в окрестностях Техаса Вот как все это началось в Родзерсене Один торговец цветами косил газон, когда на него напали Солнце припекало и надо было косить газон Я включил косилку и приступил Я прошел не более трех футов вокруг того дерева Я стоял здесь, лицом вон туда И я отступил назад Приблизительно в этом месте я почувствовал натиск и удары Услышав шум, соседи вышли из домов узнать, что происходит Он кричал, помогите, помогите, я ничего не вижу Дело было плохо, поэтому мы все и вышли туда Послышался страшный стук в дверь Первой мыслью было, наверное, кто-то спятил Я действительно стучал и кричал, помогите И я подумал, пусть они там немного успокоятся Поэтому я вышел не сразу Я схватил дверной коврик И помню, схватив его, я обернулся и прихлопнул несколько Я ударил несколько раз Позже в то утро я нашел свой коврик около его гаража И видел всех этих мертвых пчел на коврике Это были пчелы И такие приставучие И как выяснилось, это были пчелы-убийцы Вибрирующая газонокосилка спровоцировала пчел Говорят, Ули находился в том месте несколько недель Один парень пошутил, что они здесь бесплатно снимают квартиру Пчелы-убийцы почти такие же обыкновенные Но они более агрессивны Пчеловоды завезли их в Бразилию в 1956 году, чтобы улучшить урожай меда Но некоторые улетели на волю и быстро распространились на север Да, мне повезло Я уже говорил это жене 162 раза Мне крупно повезло Это правда В мире пчелиные жалы убивают десятки тысяч людей в год У некоторых аллергии на пчелиные яды Они могут умереть от единственного укуса Что касается пчел-убийц, они убивают численностью Пчелы появились в Техасе в 1990 году Ежегодно уничтожаются тысячи пчелиных раев Но в конечном счете только холодная североамериканская зима может сдержать их продвижение Вот откуда родом пчелы-убийцы Из Танзании Здесь, на их родине, происходит совсем другое Местные жители не уничтожают пчел Наоборот, помогают им, размещая ульи в лесах вокруг деревень После наступления темноты мужчины собираются за медом Песню костра восхваляют пчел и их мед Это те же самые агрессивные пчелы, которые вызывают панику в Америке Почему эти люди не боятся пчелиных жал Они подходят к ульям в одних набедренных повязках И правильно делают Обнаженная кожа меньше удивляет и раздражает пчел Днем это было бы самоубийством Но ночью пчелы спокойнее А дым от плеющего факела успокаивает их еще больше В Африке люди собирают мед многие тысячи лет Они научились жить с пчелами в мире и согласии Хотя пчелы и бывают убийцами Здесь их уважают, а не боятся Гораздо ужаснее невидимые существа ночи Ужасы реальные и воображаемые, которые появляются под покровом темноты Следующая серия – Ночь Приносящая сладкий сон, но иногда и жуткие кошмары Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...